Зона правды В студии 670-76-02 Вы можете задавать свои вопросы и уже непосредственно дозваниваться до гостей нашего эфира. Я представлю гостей, расскажу о теме нашего эфира. Мы сегодня будем обсуждать вопросы воспитания студенческой молодежи в Хасавюрте. Гости нашей студии Дина Абдул-Кириллова-Исламова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе колледжа сферы услуг и Екатерина Павловна Шарунина, руководитель молодежного центра профессионального педагогического колледжа имени Занобеда Паттер Мурзаева. Вот, ну, наверное, Дина Абдул-Кириллова, начнем с вас. Колледж сферы услуг постоянно в новостной ленте, мероприятия за мероприятиями. Вот, как воспитывается молодежь в вашем учебном заведении? На что обращается в первую очередь внимание и в каком направлении вы вообще ведете работу? Спасибо. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Говоря про наш колледж, я бы хотела сказать, что уже 50 лет колледж, конечно, он переименовывался много раз, но суть воспитательной работы за эти годы не изменилась абсолютно. К нам приходят молодежь, скажем так, особенные группы. Если мы говорим о устройстве выпускников школ, то к нам именно в средне-специальные учебные заведения еще с советских времен приходят социально незащищенные слои населения. И мы чувствуем на себе прям ответственность за их воспитание, потому что и так они поставлены в очень сложные условия, а заботиться о них, воспитывать их, направлять их в нужное русло и давать им уверенность в том, что они нам нужны, нужны Хасавюрту, нужны республике. Вот эту задачу мы стараемся воплотить в нашей работе. И они это чувствуют и откликаются. Направление работы, это долгие годы нарабатывались направления, они очень многогранная работа проводятся. Это, безусловно, патриотическое воспитание, это духовное, нравственное, экологическое, трудовое. В последнее время актуальный вопрос – это профилактическая работа в плане экстремизма и терроризма. Сегодня, к сожалению, мы должны говорить, что мы должны в своей работе проводить именно профилактическую работу, чтобы дети, а как ее добиться? Именно заинтересованностью нашей молодежи. Мы стараемся не давать ей дышать. Все время, правильно вы говорите, что у нас в новостных лентах мы не успеваем из одного мероприятия переключиться на другое. Да, иногда задается вопрос, а учитесь когда? Мы согласованы этот вопрос, как бы делаем с учебной частью, потому что у нас бывают даже такие нешуточные баталии по поводу того, что учебный процесс, но это идет, знаете, исторически так, что учеба и воспитание – они вот половина успеха. И учеба должна быть, и воспитательная работа, они не должны ни отставать, ни опережать друг друга, потому что только тогда мы выпустим не только специалиста хорошего, но и патриота, гражданина, и вот он нравственного человека. То есть одно от другого неотделимо. Неотделимо абсолютно, на мой взгляд. Вот, что хотелось бы, значит, у вас более, значит, профилированное такое образование. Вот, я знаю, что и в прошлом году были такие довольно серьезные успехи у вас и среди ваших студентов. Я сейчас просто, пока эта тема как бы актуальна, хотел остановиться сразу вот на вот этом участии в WorldSkills. Вот, по прошлому году, да, вот, допустим, опыт прошлого года, как повлиял, допустим, на участие и в этом году. Вот, как для вас WorldSkills вообще прошел, и какой, значит, дальнейшей планируется работа в этом плане? Как раз я хочу сказать спасибо за вопрос, потому что я сама хотела об этом поговорить. Он не прошел еще. Чемпионат молодые профессионалы, он продолжается. Мы вышли. Мы уже 4 года участвуем в этих региональных, полуфинальных, национальных чемпионатах. Потому что, почему? Потому что, безусловно, показателем качества образования сегодня является именно участие вот в таких международных конкурсах, чемпионатах. А этот чемпионат сегодня вообще ставится во главу угла, во всех, на всех уровнях образования. И, а у нас все специальности, все профессии рабочие. И именно вот рабочие чемпионаты проводятся среди молодых профессионалов. В прошлом году наша девочка Шамсудина Варази, она во Владикавказе стала на международном уровне третье место заняла. А в этом году мы представляли сначала в Каспийске. Вот февраль, март у нас такой насыщенный событием. Наша команда от Кольжа, 7 участников в 5 компетенциях. Ни один из них не вернулся без медалей. У нас было 3 первых места, 2 вторых и 1 бронза. И вот сейчас, в данный момент времени, вот эти победители, те, кто заняли первые места, представляют не только наш колледж, не только наш город, но и республику представляют на полуфинальном чемпионате. Он по компетенциям проводится в рамках. По какому направлению? По направлению. Я сейчас скажу. У нас Бибулатова Саида, она поварское дело представляет. Карабекова Хава представляет парикмахерское искусство. И наша Саида. Саида представляет у нас вот... А вот то, что было в прошлом году, как бы не удалось повторить? Нет, мы повторили. Но они заняли вторые и третьи места. У нас были компетенции графический дизайн, дизайн моды. У нас было кондитерское искусство, парикмахерское искусство и поварское дело. Вот во всех этих компетенциях у нас были призовые места. В прошлом году мы занимали третье место, поварское дело. В этом году мы стали первыми. Вот чтобы не превращать наш эфир в обсуждение этого чемпионата, все же интересно, как повлияло на жизнь студентов участие в этом? И уж тем более, потому что они занимали призовые места. Что дает, допустим, студенту такие... Это путевка в жизнь. Потому что я должна сказать, ну до этого, если вы помните, у нас все время муниципальная телевидение отражало наши все мероприятия. У нас проводились просто как олимпиады. На них мы и сейчас тоже отражаем. Да-да-да, мы всегда сотрудничали. И вот эти олимпиады по профессиям, они немножко были уровня ниже, скажем так. Хотя не считаю, что они были менее компетентны. Но в этот раз, когда мы уже вышли на чемпионаты, победители в том же самом поварском деле, например, Аронов Эдуард у нас выпускник был, он был первый победитель олимпиады республики по поварскому делу. Сейчас он работает су-шефом успешно в одном из ресторанов города. Мы брали у него тоже недавно интервью. Он очень доволен полученным образованием. Вот в прошлом году наша участница во Владе Кавкальшем суде Новорозии работает в Москве. То есть уже трудоустраиваются. Да-да-да, они трудоустраиваются очень легко. Кто-то открыл ателье, кто-то занимается в салоне парикмахерским делом своим. Это очень хорошая заявка на будущее. Потому что на этих чемпионатах, за этими чемпионатами следят работодатели. И вот они уже заранее делают заказы какие-то. Ну, в принципе, сам чемпионат тоже поставлен на довольно высоком уровне. Даже начиная от республиканского этапа и уже заканчивая всероссийским этапом. Вот другой вопрос. Какие профессии может приобрести... Ну, приобрести, тоже так сказать. Какими навыками в профессии может обладать ваш студент? Что вы можете... Чему вы можете учить парикмахерскому, поварскому делу? Когда мы перешли на уровень среднего специального образования, требования к компетенциям, они изменились очень существенно. Есть и раньше, например... В сторону повышения. Конечно. Усложнения. Вот сейчас кто участвует на этих чемпионатах в Москве, например, дизайн моды, настолько сложные требования. Вот они в течение двух дней выполняют такой объем работы, который, например, в обычном ателье, не то что за неделю, в течение полумесяца они будут. Это и декорирование, это и пошив, это и раскрой, и наколка. Это настолько сложный объем работы. То же самое в парикмахерском деле. То же самое и повар, и кондитер во всех компетенциях. И вот мы стараемся в плане подготовки вот этих специалистов учесть все эти нюансы. Естественно, раз мы вышли на такой уровень уже национальных чемпионатов, значит, мы соответствуем, и наши студенты соответствуют этим требованиям. Подготовка идет на должном уровне. Нас это очень радует. Но это не дает нам расслабляться. Мы все время в тонусе, мы все время обновляем вот эти стандарты, мы стараемся им соответствовать. А сколько специалистов в год выпускает? Около двухсот специалистов мы выпускаем ежегодно. То есть они уже как бы дипломированные, готовые специалисты? Да, да, безусловно. Вот еще такой момент. Была, значит, такая направленность работа, может, она сейчас есть, не может, а есть. Профориентационная работа. Вот как поставлена на сегодняшний день вот такая работа и взаимодействие с тем же центром занятости? У нас очень тесные контакты с центром занятости. Очень долгосрочное такое взаимодействие. Помимо того, что мы проводим совместные мероприятия, как Дни профессии, Ярмарки профессий, Дни открытых дверей, мы приглашаем к себе школьников. Вот уже второй год профподготовка и профориентационная работа вышла на другой уровень. Если раньше мы делали акцент на выпускные классы, 9 и 11, потому что они уже стояли перед определенным выбором, уже все, уже надо было что-то решать. Теперь мы понимаем, что это уже поздно. 9 и 11 класс, уже поздно какой-то делать выбор, и они уже интуитивно пытаются лишь бы устроиться. Слушают родителей, слушают знакомых. А если мы будем проводить профориентационную работу, начиная чуть ли не с младших классов, это дает гораздо больший эффект. Ребенок уже начинает для себя выбирать профессию. Что делаем мы в этом плане? Как раз на отделении повар у нас был опробирован такой метод. Мы проводили мастер-классы с приглашением дошкольников. Это дало такой результат, ну просто очень внушительный результат. Мы получили столько положительных отзывов и предложений продолжить движение в этом же направлении и по другим компетенциям, по другим профессиям. Чтобы мы давали мастер-классы, чтобы мы учили детей средних классов. Уже к старшим классам они уже к нам приходят и проходят профильное обучение. Как в советское время были комбинаты, учебные комбинаты, когда мы могли уже в восьмом, седьмом классе пройти какую-то практику, опробовать себя, выбрать для себя профессию. Это гораздо легче потом уже определиться с профессией в будущем. И вот центр занятости в этом смысле оказывает очень существенную поддержку. Мы вместе с ними приглашаем, мы откликаемся на их призывы. И вот еще одна работа, на нашей базе проходит переподготовку. Те люди, которые не нашли себя там, инженеры, экономисты, направлены тем же центром занятости. Направляются к нам, да, центром занятости. У нас заключены договоры, и они проходят у нас вот это обучение, краткосрочные курсы. Ну вот эта вот практика привлечения, практика привлечения, значит, детей дошкольного образования, это такая маленькая лазейка, как бы закладывание любовь к какой-то профессии, уже, значит, с раннего детства такой хороший ход. Безусловно, да, мы поняли, что это действительно такой ход, шахматный пусть даже ход будет, который дает нам очень эффективный результат, и мы очень довольны этим шагом. Вот мы не дадим, значит, Екатерине Павловне тоже заскучать. Вот Екатерина Павловна, профессиональный педагогический колледж у вас претерпел уже довольно большие изменения за последние годы. Вот на какой, на каком фоне встречали 2017 год, уже работали в 2017 году, профессиональный педагогический колледж, вот что можешь предложить он для молодежи, для нашей молодежи города? Ну, я хочу отметить следующее, в этом году мы уже отмечать будем 86-й год со дня основания нашего колледжа, и в декабре прошлого года мы уже изменили название, мы стали профессионально-педагогическим колледжем, это дало нам возможность получить лицензию на открытие новых специальностей, если до этого мы готовили специалистов по таким отделениям, как физкультурное отделение, начальные классы, коррекционная педагогика и дошкольное образование, то уже с 2017 года мы открыли новые специальности, это такие специальности, как сетевое и системное администрирование, сестринское дело, технологии эстетических услуг, дошкольное образование с различными, с дополнительной подготовкой в области физического воспитания, затем у нас идет воспитатель детей, например, дошкольного образования, с дополнительной подготовкой в области изобразительного искусства, с дополнительной подготовкой в области русского языка и литературы, затем идет преподавание начальных классов, с дополнительной подготовкой в области родного языка и литературы, — По родным языкам. — Да, по родным языкам. Это обусловлено тем, что во многих наших школах требуются именно специалисты данных специальностей. — Есть такое идеальное, потому что мы обсуждали это на одном из эфиров. — Дополнительная подготовка в области математики у нас идет, коррекционная педагогика. Отдельно хочется остановиться на коррекционной педагогике, потому что сейчас большое внимание уделяется инклюзивному образованию, и как раз-таки мы готовим специалистов в этой области. — И у нас получается на выходе уже учитель начальных классов и начальных классов с компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, учитель начальных классов коррекционно-развивающего образования с дополнительной подготовкой опять-таки же в области русского языка, в области математики, в области физической культуры, в области родного языка и литературы. То есть коррекционная педагогика у нас не просто специальность коррекционная педагогика, а уже более углубленная такая подготовка. И я думаю, что это обусловлено тем, что действительно есть необходимость в данных специальностях. И естественно у нас есть и будет отделение физической культуры, где уже мы будем готовить педагогов по физической культуре и спорту, тренеров и учителей физической культуры. То есть, если раньше у нас мы готовили только преподавателей физической культуры, то теперь они могут получить и специальность тренера. То есть, в 2017 году, как я смотрю, существенное расширение у вас пошло. Было 4 специальности на конец 2016 года, теперь их достаточно большее количество, я вам сейчас скажу, 12. Да, есть еще такой момент, вот работа молодежного центра. Интересует работа молодежного центра вообще, какое направление в молодежном центре выбирается, значит, какие у вас были наиболее запоминающиеся мероприятия в прошлом году или в этом году? Хочу, до того, как я начну говорить о молодежном центре, я бы хотела отметить тот факт, что все учебные заведения у нас теперь работают именно по этой системе. То есть, воспитательная работа и работа молодежных центров, она тесно взаимосвязана. То есть, у нас даже планы работы одинаковые идут. И в нашем педагогическом колледже идет работа молодежного центра по таким направлениям, как социальный сектор, волонтерский сектор, сектор безопасности ЧАЭС, информационный сектор, культурно-творческий сектор, спортивный сектор. Большое внимание мы уделяем именно социальному сектору и спортивному сектору. Почему? Потому что именно через привитие здорового образа жизни мы воспитываем нашу молодежь. А то, что касается социального сектора, здесь мы тесно работаем с детьми из группы риска, то есть из незащищенных слоев населения. И мы стараемся привлекать в молодежные центры не просто активистов, отличников, а именно детей, которые нуждаются во внимании, нуждаются в том, чтобы на них обратили внимание и привлекли к чему-то. Не просто вот пришли, но вот троечник, он, да, вот всё, на тройке учится, мы на него не смотрим, он нам не интересен. То есть, наоборот, именно таких ребят мы привлекаем. То есть, теперь как бы внимание на нём будет более акцентированным. Да, 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 конечно. Хочется также отметить, что воспитательная работа в колледже, она строится вот непосредственно с отделом по делам молодёжи, инспекторами ПДН, участковыми и уполномоченными полициями, отделом просвещения, муфтиятом города Хосевюрта. Огромное внимание уделяется именно духовно-нравственному воспитанию. Почему? Потому что мы всё-таки готовим будущих педагогов, которые будут идти работать именно с детьми, будут их воспитывать, будут их чему-то учить. Поэтому именно в этом направлении больше всего. — Ну, значит, такой момент. Работа со студентами — это одно направление. Работа с родителями. — Ну, то, что касается работы с родителями, здесь… — Вообще есть такая практика? — Естественно. Начинается с чего? — А отклик? Даже больше, честно, больше не интересует не столько практика, не интересует, сколько отклик интересует. Связь, обратная связь, контакт. — Я понимаю, что вы имеете в виду, но случается разное всякое, родители бывают разные, кто-то занят. Вот основная проблема — это занятость наших родителей. Когда мы звоним, мы идём… — Когда не хватает времени на своих детей. — Да, вот именно. Они заняты своей работой, они заняты семейными вопросами. И подчас даже слышишь от родителей, вы же педагоги, вы сами должны решить. Мы звоним, спрашиваем, но когда сможете прийти, подойти, времени нет. Но всё-таки стараемся и с такими трудными родителями тоже находить общий язык. Мы приглашаем их на различные мероприятия, проводим встречи, проводим родительские собрания. Мы стараемся всё-таки находить общий язык и работать уже в одном русле, правильно, вот в отношении к детям. — Значит, вот по работе той, у которых меньше успеваемость, какая методика работы вообще предусматривается? Ну, именно вот с таким контингентом учащихся. Вот вы, допустим, говорите, видите, у него падает успеваемость. Вот, ну, как говорят, допустим, в медицине есть такой постулат, да? Прежде чем вылечить, надо человек поставить диагноз. — Да. — Вот. Как идёт работа в этом плане? — Хочу сказать, что вот на данный момент в колледже общее количество курсов составляет 35. Следовательно, за каждым курсом у нас закреплён классный руководитель. С каждым студентом, я вам могу ответить с полной гарантией, с каждым студентом работает классный руководитель, работает заведующее отделением, работает замдиректора по учебной части, работаю я как человек, который непосредственно занимается работой с молодёжью, и педагог-психолог. То есть, если мы видим у ребёнка проблему, мы даже занимаемся, знаете, вот мониторингом соцсетей. Даже элементарно этой работой занимаюсь я, у меня есть свои ребята, которые мониторят соцсети, ВКонтакт, Инстаграм, они смотрят, что мы имеем, то есть какие проблемы возникают. И уже в комплексе проводится работа именно с этими детьми. Когда выявляется проблема, мы, естественно, пытаемся ему помочь всеми силами и стараемся привлекать свои мероприятия, чтобы он не чувствовал свою ненужность или какую-то малую значимость. То есть, более активно уже человек как бы вовлекается вот в эти, значит, работы. Да, в основном у нас очень хороший сектор, это волонтёрский сектор, он и в каждом учебном заведении больше развит, потому что наши дети, на самом деле, они очень добрые, у них очень мягкое, доброе, отзывчивое сердце. И вот стоит им только обратиться, ну, чтобы они оказали какую-либо помощь. И там неважно, отличник он или троечник, успевающий он или неблагополучный, или он с благополучностями. То есть, мы всегда находим отклик от таких детей. Вот по поводу, значит, волонтёрской работы, ну, сейчас, как бы, мы тоже люди непосредственно заняты в этой сфере и видим и знаем, да, вот. В 2016 году именно в Педагогическом колледже волонтёров было немереное количество, по-моему, было мероприятий, и привлекать, это ни в коем случае не умаляет колледж сферу услуг, вот. Хотелось бы вот спросить, вот, как идут, значит, студенты вот в эти формированные волонтёрские, извиня, я не имею в виду одиночные акции, вот, созданы ли какой-нибудь, вот внутри молодежного центра, допустим, отдельно волонтёры, которые, вот, активисты, первые на первых рядах, вот. Ну, естественно, хочу отметить работу нашего замечательного преподавателя, руководителя школы волонтёров «Чистое сердце», это Османову Меседу Амаровну, которая непосредственно занимается этой работой, она занимается привлечением детей именно в этот сектор. И, ну, естественно, есть такая группа детей, которые уходят в эту деятельность, лишь бы только не сидеть на уроках. Ну, такое тоже есть, есть такой момент. Но, в основном, вот, один мальчик пришёл, за ним другой, следом третий. У них всё идёт по цепочке. Вот, элементарно, когда мы даже регистрировали своих волонтёров, вот, кто-то приходит, говорит, сообщает, вот, мой друг хочет, моя однокурсница хочет, приходите, зовите, вот, нас мы будем. Ну, конечно, случается такое, что вот какое-то мероприятие, вот, ну, не получилось у ребёнка прийти, ну, на одно мероприятие не пришло, зато в других он участвует. Но, в основном, они откликаются, они участвуют и не только в разовых каких-то эпизодах, а вот именно вот постоянно, на постоянной основе. Естественно, у нас есть студентка, это Аджиева Заряд, которая также занимается вот среди студентов именно привлечением их в наши ряды. Вот, будет, наверное, у меня, и к вам вопрос это будет, и будет входить в сверху услугу. Вот сейчас вот год экологии, 2017 год объявлен, да, вот, у вас очень много таких взаимопереплетённых, что ли, профессий, как это правильно, значит, сказать, вот, планируется ли какие-нибудь мероприятия именно в 2017 году, вот, в этом плане, какие-нибудь, или, допустим, или волонтерские тоже мероприятия, там, или экологические акции какие-нибудь. У нас не просто планируется, у нас составлен план, году экологии отдельный план, который на каждый месяц, в течение всего года распланировал различные мероприятия, какие-то из них мы уже реализовали, какие-то планируем в дальнейшем реализовать, подводим итоги, проводим мониторинги. Вот буквально в этой декаде, второй декаде марта мы проводим конкурс на экологическую тему эссе и сочинения про любовь, и там же и год Каспия, и год водных ресурсов, всё это вместе отражается. Мы провели фотоконкурс, мы планируем провести конференцию, мы сами участвуем в республиканских конференциях, очень много мероприятий, весенняя, естественно, пора, это высадка каких-то озеленения, высадка деревьев, саженцев, цветов, благоустройство территории, вот те самые волонтёрские акции, о которых говорила Екатерина Павловна, это тоже часть экологической работы. Те же самые молодёжные центры, они действительно быстро откликаются на эти призывы. У нас, например, добрая традиция, я считаю, что это и связано и с патриотическим движением, и с экологическим, вот братские могилы, городское кладбище, они требуют ухода. И мы с таким откликом, дети быстро собираются, идут и убирают это, и одновременно несколько направлений деятельности охватывается, и очень отрадно видеть, что никакого сопротивления, никакого протеста это не вызывает, и там они сажают, и озеленяют, и убирают это, это прекрасно. Ну, это как бы и оценка на деятельности работы воспитательного направления. Здесь, значит, нам, уважаемые телезрители, и в Инстаграме, и в Сети делают некоторые замечания, что мы разговариваем между собой. Если у уважаемых телезрителей есть какие-то вопросы, вопросы я имею в виду по делу, значит, по теме нашего эфира вы можете задавать, с удовольствием гости в студии ответят на неё. О чём речь? Речь идёт о вопросах воспитания студенческой молодежи именно у нас в городе. Вот, ну, мы перейдём, значит, к педагогическому колледжу, вот, год экологии. Какие мероприятия у вас запланированы, и, может быть, значит, волонтёрами там будут какие-то мероприятия, и какие-то субботники организуются внутри учебного заведения? Ну, мы уже сейчас заняты благоустройством нашей территории, идёт ремонт помещений, идёт побелка, покраска. То есть каждую неделю мы выходим на субботники, и наши студенты, как сказать, вот весна всё равно, как сказать, вот хочется всё украсить, чтобы всё вокруг было красиво, начиная там от своего рабочего места и заканчивая тем же самым двором. Поэтому это всё делается. То, что касается именно года экологии и года Каспия, я повторюсь и повторю за Диной Абдул-Керимовной, мы работаем согласно нашему плану, который предусмотрен, и опять-таки же те же самые акции, те же самые конфиденции. Ну, тоже вместе в плане как бы сидит именно мероприятие года экологии. Конечно, открытые классные часы у нас уже проводятся, субботники уже проводятся, благоустройство уже проводится, и вот в рамках недели естественного научных дисциплин были проведены уже открытые мероприятия. Поэтому эта работа ведётся. Вот, значит, в плане, наверное, так я скажу вам, вот у нас на прошлой неделе в городе проводился ряд такой обширной антинаркотической комиссии. Вот, там были приглашены люди, значит, с республиканских министерств. Они, значит, вот тоже обращали как бы внимание вот на употребление на свая и других, значит, психотропных веществ. Вот тут была как-то большая такая общенная беседа проведена. Вот, наверное, будет сначала к вам вопрос, Динава Баркиновна, какой-нибудь отклик эта работа, имеется в виду, получила именно в вашем учебном заведении? Да, эта комиссия была у нас буквально на той неделе. И меня не удивляет, знаете, иногда, чем больше мы об этом говорим, такое ощущение, что отторжение уже вызывает у молодёжи и профилактическое. У нас уже складывается такое. Настолько мы часто и много об этом говорим. Слишком много говорим. Чересчур. Но вот последняя встреча с вот этой комиссией, когда там были представители и городской администрации, и комитета по делам молодёжи, возглавляемой Айшат Султаной. Кстати сказать, вот большая часть работы, в плане, мы же говорим про воспитание молодёжи в городе, надо сказать, что очень большой объём работы мы проводим совместно с комитетом по делам молодёжи. Мы откликаемся, стараемся откликаться на все предложения, инициативы, идеи. Мы стараемся поддерживать. И инициатив очень много. И вот в этом плане, вот комиссия, которая к нам пришла, мы собрали молодёжь, и вот молодёжь была очень заинтересована. В той беседе, которую они провели, они предложили какие-то методические разработки, они обменялись телефонами, они согласились с тем, что вот поступило предложение, опять же, от комитета, что вот буквально завтра будет заседать круглый стол, и там добровольцы, вот те самые инициативные, которые хотели бы участвовать в борьбе и в профилактической работе антинаркотической, они придут, послушают, вступают в этот клуб, получат книжки и будут в дальнейшем оказывать посильную помощь. Вот, значит, вопрос такой, значит, поступил от зрителей в сети Инстаграм. На профессию сестринское дело, когда уже можно будет поступать, иметь документы подавать уже с июня или там? Как только откроется приёмная комиссия, с того периода мы дадим обязательно объявления во всех соцсетях. Наши номера есть и в интернете, и везде, вот если хотите, могут даже записать, запишите, пожалуйста, номер можно продиктовать, запишите номер приёмной комиссии 8-938-205-577, то есть по этому номеру можно позвонить и уточнить. Как только начнётся у нас приёмная кампания, мы уже готовы принимать наших абитуриентов. Все касающиеся вопросы по любым специальностям вы можете задать именно по этому телефону. Вот, ну, вопрос надо будет тоже вот в педагогическом колледже, вот как эта работа, значит, прошла в колледже и какой она больше интересует, честно говоря, отклик получила. Отклик студентов. Ну, я хочу отметить, что вот когда пришла комиссия, состоялся между студентами и гостями очень живой диалог, студенты задавали вопросы, задавали не просто для галочки вопросы, а именно такие, которые их интересуют. И все представители, которые были, они ответили на эти вопросы, и вот они привели конкретные примеры. И когда вот студенты, ребята слышат конкретные примеры о том, какой эффект даёт употребление наркотиков, к чему приводит употребление того же самого на свая, узнали о том, что у нас действуют реабилитационные центры именно для этой категории людей, которые подвержены зависимости от наркотиков, от алкоголя. Ну, в республике имеется в виду. И в республике, и в Хосеевске тоже, кстати. Был представитель, который сказал, что у нас есть реабилитационный центр, в котором можно... Ну, давайте я уточню эту информацию. Да, вы уточните всё? Потом, как говорится, чтобы не... Не быть голословными, может быть, я могла ошибиться. Вот, такой, наверное, будет вопрос. Ваши студенты, насколько они активно могут примёт участие в, допустим, рейдовых мероприятиях, которые в последнее время проводили и представители Министерства молодежи, и сам, в принципе, министр по делам молодежи участвовал в этом рейде. Насколько имеется в виду, они готовы к этому? И мониторится ли у вас вообще ситуация вокруг употребления насвая, да, допустим, если отдельно имеется в виду, о нём пока речь. Именно по насваю? Именно по насваю у нас конкретно... Ну, работа ведётся всегда элементарно. Мы даже смотрим на студентов, как они себя ведут, как они разговаривают, потому что всем известно, как употребляется этот насвай. Это всё делается. Элементарно даже визуально можно определить, употребляет парень молодой, допустим, это вещество или нет. Естественно, тесный диалог. Мы стараемся, чтобы у нас со студентами были доверительные отношения. Если в группе обнаруживается, что кто-то из ребят, возможно, употребляет или употребил, естественно, мы стараемся сделать так, чтобы ребята нам об этом сообщали. И потом уже непосредственно с этим ребёнком у нас ведётся работа, включая социального педагога. То есть он занимается... То есть я почему именно обращаю внимание, да, именно педагогического колледжа, потому что это в любом случае практически 80% выпускников – это будущие педагоги. Это будущие педагоги, я это понимаю, и вот пугает доступность вот этого вещества. Нет, насчёт доступности сейчас идёт работа, и уже оно, допустим, как полгода назад, можно теперь уже со смелостью говорить, оно уже не столь доступно, как полгода назад. То есть ещё через полгода мы надеемся, что оно будет очень затруднено вообще его получение, потому что как бы в этом плане работа ведётся, и мы надеемся на положительный результат, потому что те мероприятия, которые проводились, значит, представители администрации тоже в этом плане тесно взаимодействуют, те мероприятия, которые проводились, они будут проводиться теперь каждые, буквально каждые две недели. Ну, я как бы, это не секретная информация, эти мероприятия будут проводиться намеренно, потому что чтобы те, кто занимается распространением этого, знали, что всё равно это дело будет постоянно повторяться. То, что касается вот отклика наших студентов, как только был проведён рейд, они пришли ко мне и спросили, Катерина Павловна, почему нас не позвали, мои волонтёры, вот, которые постоянно вот эта активная группа, почему пошли студенты именно Аграрно-экономического колледжа, почему не мы, потом я их успокоила, сказала, ничего страшного, в следующий раз будем мы, то есть они готовы, вот в любой момент один звонок, одно слово, и они будут там, потому что их самих возмущают, вот, знаете, больше всего, что, меня вот радует, что вот ребята приходят и говорят, Катерина Павловна, почему, говорит, взрослые женщины, у которых есть дети, они занимаются этим, как, говорит, вообще так можно, то есть они готовы с этим бороться, они готовы идти, но, естественно, чтобы это всё было в рамках разумного. Поэтому, если будем, будем, как бы, ну, я думаю, у студентов педагогического колледжа будет ещё много возможностей проявить себя, я хотел вернуться вот к такому, немножко отойти от темы, вот, у вас проводился конкурс лучше по профессии, на вот, он с тем, что вышел, вот, как-то чемпионат WorldSkills, вот, он потерял актуальность, или, допустим, наоборот, вы его боли нарастили, как бы, да? Нет, он не потерял актуальности, чемпионат чемпионатом, а вот, ну, это больше, вот сейчас буквально в конце марта у нас на базе опять будет проводиться, уже много лет проводится традиционно, республиканский конкурс, лучший по профессии портной, художник по костюму. Да, хотелось бы, да, хотелось бы подчеркнуть для всех, кто нас смотрит, что это конкурс не, даже не городской, не внутри учебный, не внутри учреждения проводится, а именно на республиканском уровне. Это один из этапов, сначала, естественно, мы проводим внутри своего колледжа по всем специальностям, которые у нас есть, профессиональные конкурсы, выявляем лучших, и тогда они выходят на следующий этап, это как олимпиады профессионального мастерства республиканского уровня. Ну, у нас считается по республике лучшая база, ну, как раньше говорили, отделение легкой промышленности, но сейчас такого промышленного производства нет, но это не значит, что актуальность этой профессии ушла на второй план. Мы, у нас совершенные суперсовременные машины, у нас соответствующие всем требованиям вот этой профессии, мы обновили полностью материальную базу, благодаря усилиям нашего директора, который неустанно пытается соответствовать вот этим вот всем требованиям. Ну, модернизация ведет как бы? Полностью. У нас на нашей базе не только отделение портной и художник по костюму можно проводить смело любые республиканские и национальный чемпионат, но у нас единственная в республике база по компетенции кондитер. У нас обновлена полностью материальная база, и специалист у нас есть вот в этом чемпионате, в WorldSkills, у нас выбирают просто экспертов, которые готовят и оценивают всех участников, и помимо этого главные эксперты, которые являются как главные судьи в любом чемпионате. Вот у нас есть три главных эксперта, которые по профессиям, по компетенциям, это парикмахерское отдело, поварское отдело и кондитерское отдело. И есть у нас семь экспертов, просто которые как члены комиссии оценивают вот эти компетенции на республиканском уровне. Вот главные эксперты, они представляют нашу республику в Якутске, представляли по поварскому делу и по парикмахерскому, сейчас представляют. И эксперт Дагмара Аскерна сейчас со своей участницей представляла республику в Москве на чемпионате по художник по костюму. Так вот достаточно обширная география. Очень обширная география. И вот мы ждем на все Олимпиады, мы хотели бы, конечно, и географию расшить, например, нам, безусловно, надо еще работать над улучшением материальной базы, чтобы по другим компетенциям тоже проводить. Говоря про сестринское отдело, по которому поступил вопрос, у нас тоже уже очень много групп, более 11 групп у нас. Младший медицинский работник, подготовка идет. И вот у нас долгосрочное сотрудничество с центральной городской больницей, с перинатальным центром. Вот специалистов наших берут с удовольствием на производственную практику. И по выпуску они именно младшими медицинскими работниками устраиваются на работу. Это тоже отрадно. Много очень приходят, спрашивают про эту профессию. А вот такой вопрос. Сколько студентов можете в год принять? У нас план. Абитуриентов в медицине? У нас план. В прошлом году мы приняли 325 студентов. Ну и в этом году где-то около 300, наверное, планируем принимать. Пока контрольные цифры еще не утверждены. Но мы заявку даем и нам... Значит, наверное, к вам будет последний вопрос на этот эфир. Вот вы говорили лучше по профессии. Хотелось бы спросить, наверное, и активность, и умения, и науки, и, так сказать, имеется в виду мастерство. Как оно меняется с годами? Я имею в виду, вот студенты одно поколение сменяют другое поколение. Вот они становятся, значит, более активны, более мастеровитые или все-таки снижается? Вот какая тенденция? Нет, не могу сказать, что снижается. То, что у нас интерес к профессии никогда не проходит. Вот изначально, я же говорю, у нас база была такая именно направленная на партнер. Знаете, в чем изменения? Если раньше мы просто участвовали в этих конкурсах, сейчас мы выходим на творческий уровень. Это и мастер-классы, это у нас уже больше 10 лет функционирует театр моды, которым я не могу не похвастаться, который готовит не просто тематические коллекции, а просто достойно представляет наш город на республиканских и всесоюзных каких-то мероприятиях. Мы были с коллекциями в Москве, мы и в Туле были, и в Асколе были, и они всегда получали, и русский стиль проходил в прошлом году в Махачкале, и там достойно была представлена наша коллекция, стали лауреатами, и в общем... То есть активно участвовали? Да, да. Спасибо. Значит, что касается педагогического колледжа, сколько педагогов готов принять этот колледж за год? Все зависит, опять-таки же, от конкретных цифр, но набора, вот по прошлому году могу сказать, что мы набрали 6 курсов школьного отделения, один курс коррекционной педагогики, два курса физкультурного отделения, также один курс был набрат по специальности дошкольное образование. А активность имеется в виду, допустим, охотно идут? Охотно идут именно на школьное отделение. Больше на учителей. Все равно радует все-таки, что педагогика, она не теряет свою актуальность. Хотелось бы, наверное, сказать, что это все-таки, наверное, плоды той программы, той политики, которая ведется. Все-таки не могу не согласиться с тем, что государству ежегодно не нужны тысячи и тысячи юристов и бухгалтеров, экономистов. Все-таки работать надо и на земле, и, как говорится, у станка, и с приборами. Вот, в этом плане. Значит, ну, думаю, мы провели такую содержательную беседу. Я благодарю вас за то, что, значит, нашли время. Желаю, как говорится, 2017 год провести активно и плодотворно, чтобы у нас, как говорится, были специалисты, которые будут выпускаться и будут полезны не только городу, республике, но и в стране в целом. Будем, как говорится, на это надеяться и уж твердо верить в это. Вот, уважаемые телезрители, значит, вам хотелось бы сказать, мы в следующем эфире, значит, во вторник, в это же время, в 19.00, обсудим, значит, работу фонда обязательного медицинского страхования и вопросы диспансеризации. Что такое диспансеризация и для чего она, собственно, проводится, какая в ней есть необходимость. Поэтому, если будут вопросы по теме, задавайте, как говорится. Вот, и еще один момент, значит, мы сейчас стараемся интегрироваться в нашу трансляцию, интегрировать в социальные сети и будем совершенствоваться от эфира к эфиру. Все ваши замечания мы учтем, вот, поэтому благодарю вас за внимание. В следующий вторник, в 19.00 ждем вас на этом же месте, в этой же студии. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok